Из сектора газа по территории еврейского государства выпущены более 200 ракет. Более 200. И каждый раз душераздирающий, без преувеличения, сигнал воздушной тревоги. Сирены звучат на юге Израиля и даже в районе Мертвого моря израильтяне бросают свои дела и бегут в бомбоубежище. Часть снарядов перехватывает система железный купол, но некоторые достигают израильской территории. Помимо этого, в автобус в приграничном с газой поселке попал снаряд из противотанкового гранатомета. Тяжелые ранения получил 19-летний израильтянин. Медики оценивают его состояние как критическое. Палестинские источники со своей стороны сообщают о семи погибших. Руководство Хамас при этом заявляет, что обстрел – это ответ на операцию армии обороны Израиля в Газе, в результате которой был убит один из командиров этой террористической группировки. В ходе рейда погиб и израильский офицер. Подробнее о ситуации. Мы сейчас рассчитываем поговорить с шефом бюро РТВА на Ближнем Востоке Евгением Совой. Но Женя к нам обязательно присоединится в течение этого эфира. А пока поговорим с журналистом. Есть Женя Сова. Большое спасибо. Женя Сова к нам присоединяется из Тель-Авива, насколько я понимаю, из редакции РТВА и в Израиле. Женя, я тебя приветствую. И расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит по последним данным. Приветствую, Катя. Ну, последние данные. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. И в ответ продолжает, Хамас продолжает обстрел. Буквально несколько минут назад слышна была сирена в городе Шкелон. Пресс-служба армии сообщает о том, что было разрушено здание телевидения Хамаса в секторе. Канал, который вещает, при помощи которого Хамас передает свои посылы палестинскому усилению. В пресс-службе назвали это стратегическим объектом. Видимо, там понимают, что, возможно, это некая черта, которая, с точки зрения Хамаса, должна быть определена как красная линия. То есть следующий этап – это, возможно, расширение операции. На самом деле, давай немножко вернемся к тому, что произошло в последние несколько часов, чтобы понять динамику этого конфликта. Вчера вечером, в воскресенье, мы об этом говорили сегодня на протяжении всего дня, операция в городе Хан-Юнус. Хан-Юнус – это палестинский город, который находится в непосредственной близости от границы с Израилем. Там, надо сказать, что это не первый раз, когда израильтяне действуют на территории сектора. Это нормально, это абсолютно в рамках неких правил игры, когда никто об этом даже не слышит, не знает. Но тут произошло следующее. Дело в том, что израильские военнослужащие, бойцы этого спецподразделения, переодетые под арабов. Есть таких несколько подразделений в Израиле, они называются «Мистар Вим», которые действуют как арабы. То есть они полностью похожи на арабов, они сливаются с толпой, а затем собирают либо разведывательную информацию, либо уничтожают того или иного боевика. Это подразделения, которые действуют в некоторых спецгруппах. И вот военнослужащие этого подразделения находились на машине, то есть они были на гражданской машине в Хан-Юнессе. И машину остановили боевики Хамаса, там завязалась перестрелка. Затем израильские военнослужащие попросили поддержку с воздуха. И вот в рамках этой поддержки с воздуха началась перестрелка между ними и боевиками. И вот в этой перестрелке погибли семеро боевиков и израильские военнослужащие Друз, подполковник, офицер этого элитного подразделения. Его имя не называют, называют только первые инициалы. Дальше что произошло? В ответ Хамас выпустил 17 ракет и казалось, что на этом все закончится, так как Израиль не отвечал на ночной обстрел. То есть в два ночи, с ночи воскресенья на понедельник, израильская территория подверглась удару, и Израиль решил не отвечать. Обычно на каждую ракету идет автоматический ответ. Тут было принято некое стратегическое решение, что нужно дать этому витку закончиться и не отвечать. И казалось, что сегодня утром, когда начался обычный день, казалось, что на этом все закончится. Однако в 4.40, по всей видимости, Хамас планировал это, потому что акция была такая спланированная, многоступенчатая, я бы сказал. В 4.40 израильский автобус, в котором по счастливой случайности находился только один человек, подвергся удару со стороны сектора ГАЗа. То есть за несколько минут до этого автобус был полон военнослужащих. Можно представить, только представьте себе ситуацию, если бы в этот автобус полный военнослужащий попала бы ракета. Ну, я не знаю, какое количество... Это была бы война, понятно. Это была бы полномасштабная война. Да. Я думаю, что была бы сейчас уже более широкая операция, потому что это большие действия. И вот сразу после удара по автобусу начинается массированный обстрел. То есть боевики Хамаса подготовили эту атаку. Они сказали, что это ответ на ту самую провокацию в Хан-Юнессе. Хотя, с точки зрения Израиля, в Израиле расценивали эти действия совершенно иначе. Там думали, что ответ Хамаса уже был ночью, эти 17 ракет, которые все они были сбиты. И дальше начинается уже как бы новая динамика нового дня эскалации, потому что обстрелу подвергаются такие города, как Натевод, Ашкелон. Жители города Ашдот, это еще и севернее Ашкелона, получили указание подготовить бомоубежище. Некоторые ракеты разрываются недалеко от города Бершева. На Мертвом море даже звучит сигнал воздушной тревоги. 300 ракет за три часа. Триста уже? Жень, мы говорили 200, это было буквально пять минут назад. 300 запусков, это очень важно подчеркнуть. Дело в том, что не все ракеты, вообще часть ракет сбивает, часть ракет падает на открытой местности. Все же несколько ракет упало. Во-первых, в Ашкелоне есть пострадавшие в результате прямого попадания в дом. В Натеводе есть пострадавшие. Пока, слава богу, без жертв. Но есть пострадавшие, там около 30 человек, кто-то осколки, кто-то в шоке. Ну и не считая, естественно, офицера, который погиб вчера. И водитель, тоже военнослужащий, который был водителем этого автобуса. Жень, я хочу тебе задать такой вопрос. Летом 2014 года я помню, что творилось в Израиле. Мои родственники просидели просто бесконечное количество часов где-то в подвалах, скрываясь от этих ракет. И было, конечно, обострение такое очень серьезное. Вот сейчас, на данном этапе, насколько ситуация может подойти к критической точке по твоим оценкам? Давай напомним, раз ты уже напоминаешь 2014 год, когда Израиль анициировал операцию. Дело в том, что в Израиле очень важно, что несмотря на провокации, несмотря на обстрелы, Израиль, и это подчеркивают политики, что сам должен решить место, время и, соответственно, тайминг этой операции. То есть, если Израиль втягивается в конфликт, мы могли видеть это буквально две недели назад, когда исламский джихад обстрелял израильскую территорию по прямой указке Ирана, так говорят в израильских спецслужбах. И тогда Израиль мог быть втянут в войну как раз по желанию Ирана, чтобы отвлечь внимание от своих каких-то проблем. Израиль не любит быть втянутым в войну. То есть, все войны в секторе Газа, начиная с 2009 года, операции Литой Свинец, тогда как раз она закончилась по курации инаугурации Барака Обамы, 20 января 2009 года закончилась операция. Затем была операция в 2012 году, облачный столб, она была только с воздуха, а не наземная. В 2014 году операция была самая длинная, она продолжалась 52 дня. Динамика операции в 2014 году совершенно иная. Во-первых, если ты помнишь, было похищение трех подростков, которые их искали почти три недели, в итоге нашли их тела. После этого были массовые аресты на территории западного берега, аресты как раз боевиков Хамаса, потому что израильские спецслужбы с первого дня знали, что за этим похищением ставят люди Хамаса. И вот аресты, многочисленные аресты боевиков Хамаса привели к тому, что Хамас понял, что он уже находится как загнанный зверь в угол, ему надо начинать обстрелы Израиля. Они начались, количество ракет тогда было порядка 150-200 в сутки. Если судить по количеству ракет, то в принципе должна была быть операция уже начата сегодня. Но этого не произойдет, если я так осторожно дам прогноз, это не произойдет и в ближайшие дни. Есть несколько факторов, почему это не произойдет. Конечно же, Израиль хотел бы нанести массированный удар по Хамасу, но, во-первых, есть попытки Египта все-таки достичь некого соглашения на долгосрочный период. Во-вторых, нельзя забывать, что сейчас Трамп пытается провести сделку века. Все сейчас понимают, что операция в Газии это не то, что нужно американской администрации. Есть некая попытка консолидировать суннитский режим. Я говорю про Судовскую Аравию, про Катор, про страны Персидского залива против Ирана. Все понимают, что сейчас это не время. Ни Танягу не пойдет в разрез с позицией Трампа. Понятно, что в администрации США, если начнется полномасштабный конфликт в Газии, дадут полностью поддержку Израилю. Никто не будет говорить, что Израиль это пошел в разрез. Все-таки Израиль – свое время государство. Но есть общее понимание, что сейчас не время для таких действий. Хамас это, кстати, очень хорошо понимает. Вот Хамас натягивает эту нить до конца, понимая, что Израиль не начнет операцию. Если Израиль сумеет удивить Хамас в течение суток и нанести удар, вот как сегодня только что мы слышали, буквально несколько минут назад, разрушено, например, телевидение Хамаса, разрушены какие-то стратегические объекты, то, возможно, в Хамасе поймут, что они проиграли этот раунд. Хотя сложно говорить, кто выиграл, кто проиграл, потому что израильское общество ждет жесткого ответа. Да, главное, чтобы не было жертвы. Да, но ты знаешь, Израиль сейчас очень сильно критикует правительство. Все ждут жесткого ответа на вопрос, а что будет потом, никто не дает, потому что в этот момент говорят, ну, это задача политиков. Но нужно вести удар, потому что Хамас держит в страхе жителей Юга последние, ну, по меньшей мере, 6 месяцев, то есть с 30 марта почти 7 месяцев. И Хамас фактически задает тон игры. Когда он хочет, он получает деньги наличными в чемоданах, когда он хочет, ему открывают, снимают частично блокаду, когда он хочет, он получает возможность прекратить огонь. Это не нравится многим израильтянам, даже тем, кто голосует за Нитанягу, за Ликут, за правых партий, за Либермана. Им это не нравится. С другой стороны, политик не может каждый день приходить и рассказывать народу, а почему он не может сегодня начать полномасштабную операцию. Вот завтра в 4 часа дня будет заседание узкого кабинета. Не знаю, что примут министры, нужно все-таки дождаться, но если будет принято решение о расширении действий против Хамаса, то я думаю, что мы это увидим в ближайшие сутки. Спасибо большое. Мне кажется, исчерпывающе. Евгений Саваши в Ближневосточном бюро RTVI. Берегите себя. Спасибо. Что происходит внутри газы? Узнаем у палестинского журналиста, жителя сектора Тарека Альяна. Тарек, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Тарек, ну вот по последним данным, сейчас удар был нанесен по телецентру в секторе газа. Как вы оцениваете обстановку сейчас внутри? Вы слышите удары, опасаетесь ли, есть ли паника? Ну, я оцениваю ситуацию не только за сегодня, а еще за вчера надо оценивать ситуацию, потому что до вчерашнего инцидента все было нормально, шло хорошо в секторе газа. Вот деньги, как наш коллега сказал, пошли в сектор газа, теплого для электростанции, и все нормально. И все посредники начали говорить о перемирии, начали говорить о длительной перемирии между Израилем и сектором газа. Ну, а потом был этот неожиданный инцидент в городе Ханюнс, когда вот группа 15-наза вошла в, для чего никто не знает, сектор газа на 3 километра от границы, и нашли столкновение, где было убито, погибли семеро палестинских спойников, и, как израильские СМИ говорили, погибли одного солдата или офицера. Вот с этого все началось. И палестинские группы вчера сказали ясно, что мы не будем сидеть и будем отвечать. На этот ответ был сегодня перед вечером, когда начали обстрел ракетных наряда в сторону Израиля, и в израильской, конечно, ответили тоже таким образом. И, в конце концов, они внесли непонятно для чего, вот телецентр Анакса, который работает. И это значит, что ситуация идет на эскалацию больше и больше. Ну, вот ситуация идет в сторону эскалации, вы говорите, но вот местные жители, вы, например, Тарак, как себя ощущаете? Надо бежать куда-то, прятаться? Что вы ждете от этого витка конфликта? Палестинские не прячутся. Палестинские не прячутся. Палестинские смотрят в окно и смотрят на ракеты, когда свердят, когда бомбят. Палестинский народ никогда не спрятался. Палестинские ведут вот эту борьбу уже десятки лет, ведутся в борьбу против оккупации и для независимости. Нет, дети у нас, дети у нас, дети у нас, дети у нас ходят в школу, ходят на улицах нормально. Никто, не дайте вот при таких кадрах или снимах, как вы видите. Палестинские народы не спрятаться нигде. Мы будем продолжать жить, мы будем продолжать ходить на работу, мы будем продолжать работать, мы будем продолжать учиться. И не переживайте за нас, у нас все хорошо. Мы будем переживать за мирных граждан в любом случае, это наша работа журналистская. Тарак, хочется понять, с учетом того, что этот инцидент, например, с проходом этих троих израильских офицеров, представителей правоохранительных органов внутрь сектора газа, это же не какая-то новая история, то есть так часто происходит. Это регулярно осуществляемая Израилем операция. Почему именно сейчас надо было вот так вот отвечать, и в итоге 300 ракет пущено в направление Израиля? Ведь в секторе газа понимают, что это бессмысленно, нет? Смотрите, вот они часто были такие операции, израильские операции, да, но это вдоль границы, 300 метров от границы, как называется, по фардон. Это было. А вчерашний инцидент был 3 километра внутри города Хаминца. Это когда они одевали, как сказал коллега, как в арабских отечествах и на арабской машине, и вошли в секторе, но никто не будет их пускать. И даже если они вошли, пожалуйста, смотрите, если вот во время Великой Отечественной войны, вот немцы ходили так среди русских в такой машине, никто своего врага не будет пускать. Они сначала их остановили, они не сбежали, они могли сначала, как они были обнаружены, они могли просто вот все, вводить машину в сторону Горицын, но они попросили поддержку ВВС и начали бомбить, и бомбить по людям, по мирным людям, по военным, и привело к этим экипажным человекам. А ответ Хамаса, я так понимаю, тоже бомбить по мирным людям, да? Вот вы говорите, бомбят мирных людей, а вы, соответственно, в ответ делаете то же самое. До каких пор это будет тянуться, вот как вы считаете, Тарак? Я думаю, если будет серьезное вмешательство со стороны египтян, Катава и международного посланника Николая Меладынова, я думаю, что если будут добиться на обоих сторон, они могут достигнуть в эти ночи применения. Я слышал в СМИ, что специальная египтская делегация уже приехала в сектор газу, и они будут переговоры с полицейскими группировками. Дай бог, что вот это положит. Последний вопрос. У вас не очень хорошая связь, что, наверное, понятно, но хочется, чтобы вас слышно было лучше, Тарак. Скажите мне, пожалуйста, тот факт, что разрушена телевышка или телецентр, не знаю, что там разрушено сейчас, как это повлияет на жизнь в секторе газа? Я, признаюсь, очень мало понимаю про количество средств массовой информации у вас. Что это будет? Вы лишены главного канала или это один из множества телеканалов? Расскажите. А это правда, что на этом телеканале рассказывают о способах уничтожения евреев, например? Этого никогда не было, и никто не рассказывает, и никто не хочет, и не собирается уничтожать евреев. Зачем евреи, если они враги полицейского народа? Спасибо, это приятно слышать. Большое вам спасибо. Тарак Альян был с нами на прямой связи из сектора газа. Надеюсь, что как-то обойдется этой ситуацией. Я напомню нашим зрителям, 300 ракет, уже более 300 ракет было пущено с территории сектора газа в направлении Израиля. Сейчас с нами на связи депутат КНЕС, это от сионистского лагеря Ксения Светлова. Ксения, большое спасибо, что нашли время. Вот вы слышали мою беседу, по-моему, слышали, по идее, да, с Тараком. Но вот он говорит, что это провокация, что израильская сторона вторглась на 3 километра внутрь территории сектора газа, что это недопустимо, это вот ответ. И так далее, и так далее. Как вы, объективно смотрящий на ситуацию человек, оцениваете вот этот виток развития конфликта? Да, безусловно. Прежде всего, если вы позволите, небольшое замечание словам Тарыка, которого я прекрасно знаю, потому что как журналист в прошлом не раз работала в секторе газа, мы с ним знакомы. Но при всем большом уважении к Тараку я могу сказать, как профессиональный арабист, как человек, который не раз смотрел телеканал Алякса, который, конечно же, является пропагандистским оружием в руках террористической организации, что там идут не только обыкновенные программы, где призывают к убийству евреев, а там идут детские программы, это особое извращение, на мой взгляд, где объясняют, как, что нужно ребенку сделать, чтобы стать шахидом, какими способами можно сделать теракты и так далее, и тому подобное. Поэтому, к сожалению, все это можно с легкостью найти в интернете. Ну, не будем больше об этом, как бы, с телеканалом Алякса более или менее, как бы, по крайней мере, тем, кто живет в Израиле, более-менее все понятно. Что касается в целом ситуации, то, знаете, я могу сказать только одно. Газы управляют уже на протяжении последних 11 лет, с 2007 года, после того, как КАМАЗ провел там военный переворот, настоящий. Там засела террористическая организация. И все происходит, в общем-то, корень зла, как бы, он именно вот в этом. Поэтому, честно говоря, я не верила в никакие усилия или шансы на успех. Делки по урегулированию ситуации, которая будет заключаться между Израилем и КАМАЗом, это просто оксюмором вообще, да, в себе. Потому что всегда будет понятно, что КАМАЗ не пристал до КАМАЗа. Они будут рыть дальше туннели, они это не скрывают. Они будут разрабатывать новое оружие, может быть, не такое современное, как бы есть у Израиля. Но вполне себе оружие, которое может убивать мирных людей, да, то есть если попасть в их дом или бросить пакету на детский сад, примерно, да. Поэтому раньше или позже Израилю бы пришлось действовать для того, чтобы остановить вот эти процессы, которые могут нанести большой вред нашей безопасности. А значит, никакого регулирования не может быть просто априори, да. Поэтому, ну, моя дочка зрения кардинально расходится с тем, что сейчас говорила до сих пор наше правительство. Я ее не скрывала, писала об этом постоянно и говорила об этом. К сожалению, это нет здесь никакого чувства удовлетворения. Но, к сожалению, вчерашние события лишь показывают, что, знаете, не действовать Израиль не мог в ситуации, да. Мы знаем, что копают в прямом смысле слова, копают под нас, копают туннели, которые предназначены для проведения теракции. Не остановить этих людей, которые ведь и занимались, нельзя. И когда мы это делаем, как бы понятно, что происходит, ну, вот то, что происходит. Терористическая организация ведет себя так, как она и должна себя ведти. Поэтому здесь, в принципе, все понятно. Ксения, но вы говорите, что вы не поддерживаете меры, принимаемые, да, правительством Израиля. Что в этой ситуации делать? Наверное, я понимаю, это такой риторический вопрос. Но, тем не менее, из года в год мы наблюдаем обострение в той или иной степени. Вот на данный момент мы видим сотни ракет. Я боюсь за своих родных в Израиле. Вы боитесь за своих родных. Это какое-то безумие. Что можно сейчас сделать жестко или не жестко, не знаю, чтобы это остановить? Смотрите, на протяжении последних четырех лет, которые прошли с момента окончания операции «Несокрушимая скала», ну, в общем-то, правительство делало все возможное для того, чтобы не решать проблему. То есть накладывались пластыри, нашивались из оплаты, которые должны были так или иначе отсрочить. Неизбежные, в общем-то, да. Но единственный вариант, который в свое время предлагала цепи ливни. Тогда она была министром юстиции, сейчас она лидер оппозиции и в партии, которой, в общем-то, я состою. Это предложение по возвращению за стол переговоров с той единственной палестинской силой, с которой мы можем вести переговоры. Это палестинская администрация, которая сейчас управляет западным вере. При поддержке международного сообщества. Это Махмуд Аббас. США, Евросоюза, Махмуд Аббас, да, Махмуд Аббас, его зовут величка партийная, его Абумазан. Это, знаете, как бы не то, что как бы это люкс, как бы, да, вот мы выбираем из двух прекрасных вариантов. Мы выбираем из плохих вариантов. Из очень плохого варианта и просто ужасного варианта, да. С Хамасом общего языка быть никакого не может. С Аббасом на протяжении последних, ну вот уже там, 12 лет, с их пор был избран председателем ПА. Есть более или менее, ну, скажем так, вполне удовлетворительное сотрудничество между силовыми структурами. И, в общем-то, мы знаем, как выглядит западный берег и как выглядит сектор газа силы. Поэтому только проталкивать резолюцию в Совете безопасности, привлечь к этому арабские страны, которые, конечно же, не поддерживают Хамас, но, как бы, скрипя зубы, смотрят на то, что происходит, потому что, ну, а что делать? И все решение не может быть простым ни в коем случае. Мы сейчас с вами говорим, это за несколько минут, но на самом деле это целая теория, как нужно сейчас возвращаться к более-менее, как бы, каким-то нормальным решениям, а не к каким-то промежуточным шагам, которые, как мы прекрасно понимаем, занимают абсолютно все причем, все израильтяния. Это отсрочит, может быть, войну, но, конечно же, не даст желанной тишины и покоя вашим родственникам, нам самим, которые живут здесь, и, в частности, нашему югу, который живет под обстрелами и пожарами, вот уже сколько времени. Да, понятно. Большое вам спасибо, Ксения Светлова, депутат Кнессета от Сионистского лагеря. Благодарю вас за ваше время.